друзья сегодня мы занимаемся обрезка плетистых роз хотим показать вам вот в каком состоянии розочки плетистые вышли из зимовки перед нами сейчас сорт сахара и вот смотрите ее высота была примерно два с половиной метра все побеги мертвые видите очень суровая зима и поиздевалась прям из-за перепадов температуры вот там где-то снизу только идут базальные побеги то есть сорт восстановится конечно же но так обильно как это было все прошлые года он уже в этом году не зацветет все розочки мы подкормим восстановим коллекцию ну вот так вроде бы и снег лежал вот там где лежал снег там все почки сохранились а где дождь какие-то погодные условия были неподходящие все погибло к сожалению вот этот сорт индигалета то же самое низ где лежал снег прикрытый он целый вот какой-то один единственный побег вы выжил а здесь вот здесь все мертвое мы его уже обрезали дали шанс этому побегу но к сожалению он тоже отсыхает и его придется полностью вот срезать вот аж вот тут на корню будем омолаживать и этот сорт сорт не вальцер немножко получше себя чувствует немножко он прям вот на высоких побегах есть живые листики а есть конечно полностью вот сухой будем восстанавливать тоже довольно неплохо перезимовал сорт хендель вот он по всей длине в принципе сохранились плети сделали омолаживающий санитарную обрезочку немножко ну а в общем то по всей длине будет роскошное цветение в этом году от более стойкий сорт оказался к нашим погодным условиям к нашей зиме и тоже идут базальные побеги которые нарастут и одеревеснеют в этом году уже итак друзья мы приобрели садовый инструмент сучкорез для того чтобы срезать наши розочки и сейчас мы будем тестировать его у нас телескопические ручки которые удлиняются что нам сказали для удобства намного лучше если мы полезем в колючие розы или будем срезать высоко побеги деревьев вот заявлено что этот сучкорез может взять веточки толщиной до 5 сантиметров и сейчас мы будем пробовать отлично просто отлично без усилий он срезал такую толщину но раньше нам этот инструмент не нужен был потому что все розы прекрасно зимовали и не было в этом необходимости и вот сейчас мы ждали этот инструмент этот сучкорез и приступаем к обрезке всего сада все что коричневого цвета вот это зелененького это видно это все коричневое это все сухое обязательно нужно срезать вот эти пустые лысые побеги все нужно срезать там вот под корень снизу идут базальные красные побеги это молодые омолаживается розочка вот это все сухое которое без признаков жизни вот стоит мы его вырезаем на корню практически куда можно долезть сейчас из кустика высотой два с полна метра получится вот такой кустик высотой 30 сантиметров вообще это английский сорт английская парковая роза вот ее сортовые задатки до двух с полной метров были уже к сожалению нарастить массу мы ее подкормим и она нарастить себе массу вот ее высота прошлогодняя порядка где-то 280 наверное получается но вся верхушка вся конечно же подмерзшие обледеневшие и мертвая серединку куста мы полностью освобождаем чтобы проветривание было хорошее воздух гулял чтобы ни один побег другу другу не мешал сейчас посмотрим друзья что у нас получится вы видели какая была розочка какая сейчас будет ну вот что у нас получилось из той большой огромной английской розы все базальные молодые побеги оставили серединка куста свободно и два прошлогодних побега мы оставили под углом 45 градусов над почкой примерно два сантиметра мы делаем косой срез чтобы если будет сок из розочки чтобы он не заливал побег а стекал вот на эту сторону так друзья переходим мы к сорту пьер де ранцар наш роскошный самый любимый сорт который очень и очень обильно цветет но к сожалению зима поиздевалась над его высотой и его придется обрезать буквально наверно на полметра потому что те побеги которые остались они больные частично мертвые частично где-то просыпаются почки но его будем омолаживать к сожалению зима все таки сделал свое дело перепад температур ночная дневная плюс 10 минус 10 то есть вот обледенение получили эти веточки и погибли к сожалению придется с ними распрощаться сейчас будем смотреть что тут у нас останется и что выйдет очень жалко клематис переплелся с розой здесь была красота неописуемая но придется и клематис срезать вот клематис уже видите завязывает бутоны но она вся мертвая эта ветка и в самом низу сейчас мы ее полностью снимем плетью примерно около трех метров очень удобно за то что у нас эти ручки удлиняются да мы можем достать колючую розу мы можем достать там примерно метр с лишним от себя до не царапа хорошая штука и очень хорошо режет советуем приобретайте друзья если у вас много роз и вы любите плодовые деревья у вас есть сад обязательно для подрезания веток вот такую штуку себе купите а это у нас сорт golden gate смотрите друзья тоже полностью вся пропала обледенела сейчас мы ее омолодим вот она вот как молоденький огурчик зацветет у нас все равно зацветет у нас в этом сезоне вот ствол мертвый коричневый а снизу идти пустил побеги новенькие и его друзья что у нас получилось из нашего сорта golden gate высотой 2 метра осталось вот буквально 40 сантиметров ничего нарастет не переживаем возвращаемся мы к сорту пьер дэрансар или он же эден роуз и продолжаем подстригать делать ему красивую красивую прическу этот побег нам зацепил и порвал пленку на теплице и сетку нет как раз мы ему отомстили покажу умным стипом увидишь зацепился опять и того что у нас получилось пьер дэрансара три основные ветки вот и внизу немножко базальных побегов на основном стволе конечно же цветение будет но не такое обильно и смотрите друзья уже сколько ты какое нашествие тли это просто буквально за два дня это вредитель с ним очень нужно бороться высасывает соку растения и растение может ослабнуть и погибнуть обязательно нужно обработать интоксицидом против 3 против других вредителей вот сейчас самое время хочу сказать что уже наверное около пяти лет мы не укрываем плетистые розы потому что климат позволяет зимы мягкие были но эта зима оказалась конечно же очень суровой и все розы пострадали но все сорта у нас остались коллекция восстановится обязательно но друзья если есть возможность у вас укрывайте свои розочки потому что видите можно просто потерять растение за зиму и не сохранить если вам дороги конечно какие-то определенные сорта всем желаем обильного цветения в этом сезоне и позитивных эмоций а мы встретимся с вами уже в новых видео